Главный документ – паспорт гражданин Республики Беларусь вручали в торжественной атмосфере талантливой молодежи областного центра. Паспорт является своеобразной путевкой во взрослую жизнь и главное – правильно ею воспользоваться. Многое зависит от молодого поколения. Они – будущее нашей страны и гарантия ее дальнейшего успеха и развития. Растет очень замечательное молодое поколение, ребята, которые целеустремленные, ребята, которые желают сделать очень многое для своей малой родины, для своего населенного пункта, для своего города, деревни. И это объединение в масштабах страны показывает, насколько люди сплоченны, насколько люди нацелены на общий, хороший, достойный результат, который принесет дальнейшее развитие нашей родины, нашей Республики Беларусь. Важное мероприятие для Бреста – вручение молодым жителям города главного документа паспорта гражданина Республики Беларусь совпало с открытием выставки «Партизаны Беларуси» и стало символичным днем для учеников городских школ. Когда я получала паспорт, была некая гордость. Я живу в этой стране, в хорошей стране. Я очень рада стать полноценным гражданом Республики Беларусь. И в этот день довольно-таки знаменательный для меня. Я его запомню надолго. Я получила свой паспорт. И в дальнейшем я собираюсь идти на благо страны. Для них, совсем юных беларусов, паспорт значит многое, как и история нашей страны. Символично, что в год 75-летия победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками на героической Брестской земле открыли первую интерактивную выставку интернет-проекта «Партизаны Беларуси». В экспозиции 70 снимков архивных документов, фотографии народных мстителей времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков, действовавших на территории Брестской области. В представленных документах рассказывается о боевых столкновениях и партизанских формированиях региона, подвигах и заслугах конкретных партизан. В Национальном архиве Республики Беларусь хранится уникальное документальное историческое наследие об истории нашей страны 20-го столетия, в том числе об истории партизанского движения, о преступной политике оккупационных властей нацистских на территории БССР в годы Великой Отечественной войны. И состав документов огромный. Это порядка 400 тысяч карточек на партизан и подпольщиков Великой Отечественной войны. Это документы белорусского штаба партизанского движения. Это документы партизанских бригад и отрядов, которые полностью отражают деятельность партизан на оккупированной территории. Мы рассказываем о боевых подвигах конкретного партизана, о боевых подвигах наших народных сетелей, которые действовали на территории Беларуси. Уже туда загружено более 82 тысяч электронных карточек партизан. И работа не останавливается. Мы понимаем, что наша задача найти каждого, загрузить туда каждый документ, который рассказывает о всех партизанах, которые действовали на территории Беларуси. Организаторы не планируют останавливаться. В перспективе постоянное пополнение архивных документов о партизанском движении на территории Беларуси. К слову, особое место в представленной экспозиции занимал брендированный интерактивный стенд проекта «Партизаны.бай», с помощью которого каждый посетитель выставки сможет найти своих героических предков, земляков из числа партизан и подпольщиков и узнать о них намного больше. В Бресте выставка будет открыта для посетителей до 22 марта, после чего экспозицию видят во всех регионах страны и за рубежом. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ